Почему нельзя обмениваться половыми органами в ходе операции? Зачем их шьют из собственной плоти? Это же намного дольше и больнее. Например, тот, кто ФТМ и МТФ обменивались бы нужными частями тела, как пересадка органов. Так было бы проще, и качество органов было бы намного лучше. Есть вероятность, что операция была бы намного дешевле. Сейчас даже ампутированные конечности могут восстановить. Например, взяв часть которой, не хватает у человека донора. Зачастую это мертвые люди, но все же такое есть. Так зачем же изводить себя операциями, если по идее есть путь легче? Ответьте, пожалуйста. Отвечаю. Пару лет назад я сделал видео на тему того, почему трансгендерным мужчинам невозможно или до сих пор не делают пересадку пенису. Но в том видео я рассматривал только практическую сторону этого вопроса, а также я рассматривал только вопрос пересадки пениса трансгендерным мужчинам. В этом видео я рассмотрю вопрос практической и этической стороны пересадки органов, как МТФ, так и ФТМ, людям между собой или не между собой, по все стороны. Итак, о каких органах может идти речь у трансгендерных людях? Людях? Людей. Грудь. У ФТМ, Female to Male, то есть людей, родившихся в биологически женском поле и делающих переход в сторону мужского пола, выросла со временем грудь и ее нужно удалить. Для этого есть операция, которая называется мастектомия. И тут ни с кем меняться ничем не нужно. В другую сторону МТФ, люди, родившиеся в мужском, биологически мужском поле и делающие переход в женский пол, у них плоская грудь, соответственно, хотя есть молочные железы, которые при ЗГТ, заместительной гормонотерапии, начинают расти, то есть молочные железы, они начинают увеличиваться. И, соответственно, грудь определенного размера все-таки даже уже на ЗГТ достигнет. То есть тут тоже не может речь идти о пересадке, потому что молочные железы пересаживать в данном случае не нужно, они просто уже есть. Так вот, поэтому вопрос на самом деле о том, что там внизу. МТФ, возможно, хотят иметь матку и влагалище. Почему они могут этого хотеть? Потому что, ну, как бы матку ее же ведь не видно, даже если она есть. Этого можно хотеть, потому что, может быть, МТФ хотят забеременеть, выносить своего ребенка и родить его. Зачем иначе еще нужна матка? Потому что даже если, ну, по идее, конечно же, если пересадить еще яичники, которые будут работать, то будут вырабатываться свои гормоны, в идеале, конечно, сейчас мы говорим, и тогда не нужно ЗГТ. Вот оно, свое собственное тело вырабатывает собственные гормоны, которые нужны для цикла и так далее, и для беременности. Это было бы прекрасно. Зачем может быть нужно влагалище? Ну, для секса. К ФТМ мы перейдем чуть позже. Практическая сторона вопроса. Пересадка любого органа, любого органа, связана с рядом сложностей. Вероятно, вы слышали когда-то, что если человеку нужен орган для пересадки, то его ждут долго, какое-то время. То есть существуют очереди на органы. Потому что человек для того, чтобы быть донором органа, должен умереть. Мы придем к пенисам и к МТФ, ФТМ, обменам. И потому что этот орган должен подойти. Что значит подойти? Существует определенная процедура, которая происходит при донорстве. Первое. Проводится так называемый cross-match тест. Это тест на антитела. То есть антитела должны подходить. Антитела человека, который получит орган, не должны быть агрессивными, так сказать. Они не должны нападать на новый орган. А 30% человек имеют так называемые агрессивные антитела. И для того, чтобы понять, будут ли антитела конкретного человека нападать на конкретный орган, нужно проводить определенные тесты. Для этого сдается кровь. Далее, соответственно, кровь. Это второй тест. Группа крови должна подходить. И третье. Это так называемый HLA-тест. По-русски это человеческие лейкоцитарные антигены. Они тоже должны быть правильные. Если интересно, погуглите, что это. То есть, если вот эти три этапа пройдены, то это означает, что орган подходит. Орган должен быть, конечно, живой. То есть, это значит, что человек, который донор, либо только что умер, либо этот человек живой и согласен передать свой орган. При трансплантации матки, соответственно, в отличие от трансплантации сердца, донору не обязательно быть мертвым. Предположим, мы нашли подходящий орган и его пересадили в долгой, сложной процедуре. Например, пересадка матки может длиться около 12 часов. Фолопластика, например, длится примерно 8. Это все длится определенное время. Это довольно сложно, но не невозможно. Это возможно. И это происходит. Это делают. Во всем мире, насколько мне известно, сейчас, 2021 год, даже родилось два ребенка с помощью пересаженной матки. Что нужно для того, чтобы еще и родился ребенок? Соответственно, эта женщина не может иметь биологически своих детей. Ей нужен донор яйцеклетки. И, соответственно, это делается искусственным оплодотворением. Но о чем нужно знать и помнить, это то, что если человек получает чужой орган, то он или она должны принимать иммуноподавляющие медикаменты в течение того времени, пока они хотят содержать и удерживать у себя этот орган. И в случае с пересадкой матки, матку оставляют у женщины максимум на 5 лет. Потом ее нужно снова удалить. Потому что принимать эти медикаменты, которые подавляют иммунную систему, это плохо для здоровья, это плохо для иммунитета, это плохо для жизни. И, по сути, те пересадки органов, которые существуют, сердце, печень и так далее, они в основном не приводят к долголетию. Но факт остается фактом. Если не принимать эти медикаменты, то есть очень большая опасность, что орган будет отвергнут. Или даже если принимать эти медикаменты неправильно. Можно один день забыть таблетку, и орган начнет отвергаться. Там уже неизвестно, спасти его будет или не спасти. То есть это реально, ну, еще и дисциплина нужна. То есть к вашему предположению, что это было бы легче, ответ нет. Практически это не легче. Это сложнее, чем то, что сейчас есть. Сейчас есть вагинопластик. Создать матку из собственных стволовых клеток, уверен, будет возможно в будущем. Но пока что нет. Точно так же уверен, когда-нибудь можно будет создать и пенис из клетеральных клеток, из стволовых клеток. И, в общем, не знаю, насчет яичек тут уже. Да, про это я сделал, кстати, отдельное видео, что можно переделать яички в тестикулы. И наоборот. ФТМ, которые хотят пенис. Если ты трансгендер и у тебя какие-либо сложности и проблемы психологического характера, тебе тяжело справиться с твоей гендерной тисфорией, или тебе тяжело справляться с тем, что тебя миссгендерят, или ты не знаешь, нужен ли тебе транспереход, обращайся ко мне как к лайфкоучу, ты найдешь ссылки в описании. Может быть, вы родитель ребенка, который заявляет о себе, что он трансгендер, и вам очень непонятно, вся эта тема тяжело принять, не знаете вообще, что делать. Обращайтесь также ко мне как к лайфкоучу. Еще я предлагаю помощь и супервизию для психологов, психотерапевтов, которые работают с трансгендерными людьми. Обращайтесь ко мне. У меня большой опыт с трансгендерными людьми. Я знаю, на каком языке, если вы говорите, как мне помогать. Субтитры создавал DimaTorzok